Мы находимся с вами в Альпах. Именно здесь все мульта натурали. Парк Бурчино находится у подножья Альп и принадлежит влиятельной семье пьяченца. Тогда я смогу уработать у вас в ресторане? О, нам как раз нужен новый шеф-повар. Мы находимся с вами в месте, с которого началось производство кашемира в Италии. Субтитры создавал DimaTorzok Север Италии – это страна Альп, рай для горнолыжников и самый интернациональный регион страны, граничный со Словенией, Австрией, Францией и Швейцарией. Здесь можно с успехом совместить катание на лыжах во всемирно известных фалий Даоста или отдыхом в маленьких процветающих колоритных городках. Приглашаем вас в захватывающее путешествие по этой восхитительной стране, где каждый уголок – это неиссякаемый источник вдохновения и положительных эмоций. Уютные узкие улочки, запах моря и свежеисплеченной пиццы, приветливые лица прохожих и, конечно же, богатая история. Чао, дорогие друзья! Я всегда мечтала побывать в Альпах, и сегодня мне предоставилась такая возможность почувствовать альпийскую свежесть в регионе Пьемонт. Давайте открывать неизвестную Италию вместе! Почему мы приехали именно в город Палоне? Это жемчужины в предгорьях Альп, живописные горы, кристально чистые озера, место, богатое своей культурой и историей. Все, что нужно для спокойного отдыха. Итальянцы выбирают именно Палоне, чтобы расслабиться душой и отдохнуть от окружающей их суеты. Национальный парк Бурчино находится у подножья Альп и принадлежит влиятельной семье Пьяченца. Местные люди любят заниматься здесь активными видами спорта и подсказали мне приехать сюда, чтобы насладиться великолепным видом и чистейшим альпийским воздухом. Здесь произрастают секвои, родотендроны 19 века, ну и, конечно же, сюда добралась наша березка. Любовь к природе и пристрастие к ботанике побудили Джованни Пьяченца, основателя заповедника, посадить в нижней части Палоне группу хвойных деревьев, таких как секвои, кедры и сосны. Его сын продолжал работу еще более 50 лет после его смерти и ухаживал за растениями. Это стало делом его жизни. Хвойные и бамбуковые деревья, бульвар рододендронов, более чем 700 растений высотой до 11 метров, цветут и радуют глаз отдыхающих в середине мая и являются настоящими произведениями искусства. После увлекательной прогулки и знакомства с историческими растениями, безусловно, аппетит разыгрался. Вообще, находясь в Италии, начинаешь замечать за собой удивительную черту. Тут настолько чистый и свежий воздух, что есть хочется каждые 30 минут. Нам стоит отправиться неподалеку от парка и попробовать такие же редкие и необычные блюда в ресторане «Ильфаджио». Время фиесты, все ленивые итальянцы отсыпаются и готовятся к продолжению дня. Ну а я не ленивый итальянец, поэтому я решила приехать в один из лучших ресторанов города Бьелло, в ресторан «Ильфаджио», и приготовить что-нибудь вместе с самим шеф-поваром. Ресторан «Ильфаджио» – это изысканное меню, творчески интерпретированное превосходством территории. Как говорят многие шеф-повара в Италии, меню рождается в самом интимном уголке ресторана – на кухне. Блюдо является плодом творческого вдохновения, который смешивает и объединяет в себе традиции и инновации. О, привет, Марка! Я уже решила начать готовить без тебя, извини. Что мы будем сегодня готовить и почему у нас на столе такие необычные ингредиенты? Привет, Лана! Да, ты тут немного похозяйничала. Сегодня мы будем с тобой готовить салат из местного фермерского мяса. Это блюдо является традиционным в наших краях. Не переживай. Я не только его вырезал. Мясо было предварительно замариновано в соли и в сахаре, так что совсем сырым тебе его есть не придется. Белиссимо, тогда начнем? Лана, с едой можно экспериментировать, а не играться. Но мне нравится твой креативный подход. Да, обрати меня. Вот, наверное, почему у многих складывается мнение, что девушкам не место на кухне в ресторанах. Как ты считаешь? Это не совсем так, я же пошутил. Классическое итальянское блюдо «Карпаччо» – это закуска из сырой говядины, нарезанной тончайшими ломтиками и приправленная соусом. История этого блюда, кстати, не превышает и 100 лет. Оно было изобретено в Венеции в 1950 году Джузеппе Чаприани и названо в честь живописца эпохи Ренессанса Виторе Карпаччо, чьи картины изобиловали всевозможными искрящимися оттенками красного и белого цветов. Чаприани разработал этот рецепт специально для одной посетительницы, которой врачи запретили есть мясо, приготовленное при тепловой обработке. В наше время термин «Карпаччо» применим практически к любому тонко нарезанному пищевому продукту, включая мясо, рыбу, морепродукты, грибы, фрукты, овощи и многое другое. Традиционное карпаччо готовится из говяжьего филе, тонко нарезанного с помощью острого ножа или специальной кухонной машины. Для лучшего нарезания мясо предварительно помещается в морозильную камеру. Наиболее распространен способ подачи карпаччо с сыром пармезан, салатом руккола и томатами черри, что придает блюду более пикантный вкус. Самое интересное, что мы сейчас будем сочетать, получается сырое мясо и сладкий соус. Мне кажется, это вообще несочетаемые ингредиенты. Меня поражает на самом деле, что они украшают все блюда именно цветами. Окей? Окей. Фух, сырое мясо, я надеюсь, мне будет понравиться. Ого, очень интересный вкус. Мне очень понравилось, потому что мясо вообще не чувствуется и перекрывается оливковым маслом и сыром. Да, закуска из сырового мяса, возможно, только в исполнении карпаччо, но так здорово, что ее можно сочетать с другими ингредиентами, например, как сыры или овощи и даже сладости. Какое блюдо мы еще приготовим с тобой, Марко? Ризотто. Вот, самые любимые традиционные блюда сегодня будем готовить. Окей. Окей. Еще одно традиционное блюдо, которое мы с вами приготовим, это ризотто. Мне очень интересно, как его готовить, потому что я всегда его только пробовала, но никогда не видела, как его готовят. Марко, куда ты убежал? Я здесь. Окей, с чего нужно начать? Давай для начала положим все масло на сковороду. Так, получается, мне сейчас нужно все масло, чтобы оно растаяло. Баттер о полоне. Ага. Не понимаю, на самом деле, зачем сюда масло сливочное идет, но... Ага, мы будем варить рис в сливочном масле. Окей. Ризотто – это одно из самых популярных итальянских блюд. Сложно представить себе итальянский ресторан, не предлагающий в меню это рисовое блюдо. У риса очень древнее происхождение. Считается, что он родом с Востока, возможно, из Бенгала или из Индии. Римляне были знакомы с рисом, но они не ели его, а использовали для приготовления кремов и получения лечебных отваров. Рис – многогранный продукт. В мире существует более 6000 разных сортов риса. Рис подходит под все соусы. Самые лучшие сорта риса для ризотто – это корнароли, виолоне и арборио. Для простого ризотто всего лишь нужны две кастрюли и несколько доступных продуктов – рис, бульон, лук. Дальше все ограничивается вашим воображением. Вместе с луком могут обжариваться и порезанные помидоры, тыква, цукини, спаржа, артишоки и любые другие овощи на ваш вкус – мясо или морепродукты. Приготовление ризотто – не очень длинный процесс, но ему требуется ваше постоянное внимание и немного терпения. Его нужно постоянно помешивать, чтобы рис не пригорел на дне кастрюли. К тому же необходимо подливать жидкость очень маленькими порциями, ждать, пока бульон полностью впитается, и только затем подливать новую порцию. Добавляем белое вино. Полный процесс кухни, все готово, тут вокруг. Окей, спасибо. Сейчас мы положим, получается, уже сваренный заранее бульон. Это прям суп какой-то получается, если сначала мы добавили вино, а теперь добавляем бульон. Все шипит. Окей. Все, мы сделали почти суп из ризотто. Как я понимаю, оно сейчас должно будет провариться в бульоне, чтобы стало мягким. И теперь варим примерно 20 минут. Окей. Фантастик. Спасибо. Я надеюсь, в это время я смогу уже немного пообедать. Окей. Фантастика, спасибо тебе большое. Спасибо, Марка. Верю, у тебя есть будущее на кухне. Ты прекрасно справляешься на данный момент. Да, ты так считаешь? Может, тогда я смогу работать у вас в ресторане? О, нам как раз нужен новый шеф-повар. Вы это про меня? Мне нравятся ваши предложения. Спасибо. На очень низком огне мы проварим все ризотто, и уже потом мы сможем приступить к дальнейшим стадиям и приготовим наконец-то ризотто. Итак, теперь, когда наше ризотто готово, нам остается добавить только больше сливочного масла и сыр. Да, верно. Какой вид сыра нам понадобится для ризотто? Сыра для ризотто надо немного, но он должен быть хорошим. Главное требование – сыр должен принадлежать к немногочисленному семейству сыров Грана. Таких сыров всего три. Тогда приступим все смешивать. Очень нужно, чтобы, получается, ризотто не остыло. Как только мы его сняли с плиты, сразу добавлять сыр и масло. Формачо. Угу. Объемо тритато. Этот процесс называется ментикатура, чтобы, получается, весь сыр, он успел растаять за это время. Пармезан. И, да, сейчас добавляем, получается, пармезан. Ну, в моменту, по-другому. И еще немного бульона нужно все-таки добавить сверху, чтобы все точно расплавилось. Это очень трудоемкий и долгий процесс. И еще вот бульона. Фантастика. Ну, раз уж наше ризотто готово, давай попробуем, что у нас получилось. Выглядит, как обычная каша. Ты будешь первый пробовать. Да-да, Марка, ты первый. Ну как, получилось? Ммм, очень хорошо. Ммм. И правда, очень необычно. Очень-очень вкусно. Ну что, мы закончили? Пожелаем друг другу приятного аппетита. Бон аппетит. Во время прогулки по парку мы всерьез сказали о том, что сегодня побываем на настоящей фабрике. Легкая фантазия или прихоть уже не роскошь, а весьма обязательная часть одежды итальянца, которая утвердилась окончательно за прошедшие несколько десятилетий. Ни для кого не секрет, что итальянцы являются законодателями моды во всем мире. Они всегда покупали одежду хорошего качества, элегантную и достаточно удобную на все случаи жизни. И сегодня мы находимся с вами в месте, с которого началось производство кашемира в Италии. Фабрика Пьяченце. Когда-то давно, в 1733 году, когда началась династия промышленности семьи Пьяченца, Пьетро Франческо и его сын Джованни Франческо инициировали деятельность машины для валяния шерстяных тканей в регионе города Полоне и начали продажу шерсти. С каждым годом их предприятие росло, и вскоре шерстяные ткани в нескольких видах появились на площадях многих итальянских городов. Сегодня у нас есть прекрасная возможность познакомиться с владельцем в третьем поколении текстильной фабрики Пьяченце. Добрый день! Здравствуйте! Я очень рада познакомиться с вами. Надеюсь, сегодня побольше узнать об истории вашей семьи и о многовековом производстве тканей. Да, конечно. Я тоже очень рад вашему визиту. Добро пожаловать в Пьяченце. История нашей фабрики началась давным-давно, в 16 веке. Наша семья занималась торговлей шерстью, мы были купцами. Сначала подготавливали, обрабатывали шерсть, а потом использовали ее для производства тканей. Семья Пьяченца переехала в Бьелу из города Пьяченца. Так как раньше люди не имели фамилий, то наша семья из-за того, что приехала из города Пьяченца, так и называлась семья Пьяченца. Таким образом, от названия города и произошла наша фамилия. Начался семейный бизнес с продажи шерсти. С течением времени, после промышленной революции, все процессы были автоматизированы. Сегодня это полностью механизированный промышленный процесс. Нашему производству уже более 300 лет. Предельная фабрика, на которой мы сейчас находимся, была построена в 1975 году. А на расстоянии всего 2 километра от нас располагается самый старый предельный цех. Она работает по сей день? Да, то производство до сих пор работает. Там расположен предельный цех. В 70-е годы нам пришлось делать реструктуризацию фабрики из-за роста объемов производства. И мы дополнительно построили абсолютно новый цех. А как началась ваша история здесь, Пьяченца? Лично моя история? Я учился 4 года в Америке. Затем несколько лет работал в Нью-Йорке. С детских лет у меня была страсть к пряже и различному текстилю. Помню, что когда я был ребенком, я проводил на фабрике все свои школьные каникулы. Наблюдал за тем, как мой отец работал с пряжей. Мне было очень интересно. У меня всегда была возможность рассмотреть подробно все производственные процессы, происходящие на фабрике с самого начального этапа и до выпуска готовой продукции. Мне это очень нравилось. Именно поэтому я хотел посвятить свою жизнь. Поэтому я отправился в Перу, где узнал очень много об овечьей шерсти и обо всех этапах ее обработки. Потом, через какое-то время, я вернулся в Италию в 2010 году. На фабрике я отвечал за покупку сырья. На сегодняшний день мы закупаем сырье по всему миру. Например, шерсть к нам приезжает из Аргентины, Новой Зеландии, Австралии. Шерсть. Альпака прибывает из Перу. Кашемир привозят из Монголии и Китая. Шелк из Китая. Все эти прекрасные материалы, что вы видите, прибывают к нам из различных уголков планеты. Прекрасный материал. Я его очень люблю. Это так интересно, когда в семьях итальянцев сохраняется традиция семейного бизнеса, даже в наши дни. А как вы связаны с парком Бурчино? Я везде видела логотип пьяченца во время прогулки. И так и не смогла понять, как же вы связаны. Раскроете мне этот секрет? Да. У нас очень прочная связь с парком Бурчино. В первую очередь с этой территорией и этой землей. Это особая страница истории нашей семьи, особенно в самые тяжелые времена, когда Италия присоединилась к Европе. В нашей стране наблюдался большой спад темпов производства. Мы всегда верили, что на этой земле всегда можно производить отличную продукцию. И мы решили оставить фабрику здесь. Мы сохранили связь с природой. Мы верим, что это крайне важно в нашем деле. Сегодня ведется очень много разговоров об экологически безопасных производствах. Мы начали задумываться об этом на самых ранних этапах развития производства. Если вернуться к истории и твоему вопросу, парк Бурчино был основан моим прапрадедушкой Филиче Пьяченца. Это было сто лет назад. Тогда этот поступок казался весьма странным, потому как предприниматели того времени совсем не волновали вопросы экологии. Филиче Пьяченца просто пошел и купил после работы землю на этом холме и начал сеять там семена. Он очень любил растения, увлекался ботаникой и с всех своих путешествий привозил семена экзотических растений. Он выращивал все эти растения в парке, поэтому сегодня, посещая парк Бурчино, вы можете видеть множество прекрасных иноземных растений, собранных со всего мира. Сегодня парком занимается мой дядя, так что вот уже несколько поколений семья Пьяченца связано с этим парком. Для нас это большая честь, и мы всегда с удовольствием ухаживаем за этим парком. Наверное, ваш дедушка создал этот великолепный парк с целью водушевить дизайнеров вашей компании для разработки новых коллекций, благодаря таким редким и ярким растениям. Да, конечно. Мы верим в то, что если человек работает в красивом месте, если его окружает благоприятная атмосфера, то ему и работается лучше. Работать в большом городе, в окружении бетонного асфальта, мне очень приятно. Да, конечно, атмосфера влияет на очень многие факторы. И все-таки я бы хотела узнать, у вас несколько секретов о самом производстве таких нежных тканей, как кашемир. Сколько по времени это занимает? Процесс производства текстиля, особенно кашемира, очень время затратный. Он занимает минимум 16 недель, начиная с этапа обработки сырья и заканчивая готовой тканью. Все начинается в Монголии или в Китае, в этих двух странах, откуда к нам привозят сырье. Его получают из подшерстка кашемировых коз, причем животные не стригутся, а их волос вычесываются вручную специальным гребнем. Далее пух кашемировых коз тщательно разбирают по качеству, далее цвету и, наконец, длине. После чего сырье поступает на мануфактуры, где его очищают от загрязнений. Далее у нас шерсть доставляется сюда в Бьеллу, где проходит через предельные комбайны двух видов, в зависимости, конечно, от толщины сырья. В самом конце перед продажей нам помогает эта старинная машина. Это самая старая машина, верно? Да, ей более 200 лет. На производстве мы используем, конечно же, более новую установку. Но принцип работы у них абсолютно одинаковый. Мы также используем цветки растения, которые нам привозят из Испании. Мы отбираем соцветия одинакового размера. И если вы присмотритесь, то увидите, что они абсолютно идентичны. Машина состоит из двух таких цилиндров. Один вращается против волокон пряжи. Он как раз взъерошивает волокна кашемира. А второй цилиндр вращается в направлении волокон. Таким образом, очень аккуратно приглаживая их. На настоящий момент это самый лучший способ расчесывания волокон кашемира, известный нам. Потому что если вы используете металлические станки, они обрабатывают волокна слишком жестко. Это истончает нить и ослабляет ее. Сам по себе кашемир очень сильно отличается по свойствам даже от других видов шерсти. А как можно понять по цвету пуха, какой это материал передо мной? Вы, эксперт, точно сможете научить меня таким деталям. Я вижу здесь коричневый, белый, серый. В чем разница? Да, конечно. Здесь пух коричневый и белый. Натуральный кашемир может иметь только три разных цвета. Коричневый, светло-серый и белый. Природой и богом предусмотрено только эти три цвета. Почему кашемир такой дорогой? У многих людей, и не только в России, есть стереотип о ценности кашемира, как ткани, на уровне золота. Цены высоки из-за того, что таким образом работает закон спроса и предложения. Кашемир в мире производится в очень ограниченном количестве. По сравнению, например, с шерстью, которой производится миллионы килограмм. Объемы мирового производства кашемира в десятки раз меньше. В этом и есть причина исключительности кашемира. Плюс ко всему, кашемир — это высококлассное волокно, процесс производства которого очень долг и трудоемок. Помимо высокой себестоимости сырья, процесс производства кашемира очень затратный. Спасибо вам большое, что посвятили нас производству итальянских тканей. Теперь я полюбила кашемир еще сильнее. Итак, чем же, собственно, кашемир отличается от обычной шерсти? Кашемир и шерсть получают из разных видов животных. Шерсть — это волосяной покров овечек, и его сбривают. Кашемир — это подшерсток, пух, который вычесывают только из коз, обитающих в Монголии и внутренней Монголии. Их поголовье в этих регионах очень ограничено, в то время как овцы — широко распространенный вид. Кашемир в восемь раз теплее шерсти, но при разведении кашемировых коз в других странах их пух теряет свои полезные качества. Только сыровый климат Монголии — летом температура поднимается до плюс 40, а зимой опускается до минус 50 градусов по Цельсию — делает возможным образование у коз необходимого подшерстка. Почему кашемировые вещи так дорого стоят? Одна кашемировая коза способна дать всего 200 граммов пуха в год, поэтому изделий из этого материала так мало, а сам он столь высоко ценится. На обычный свитер нужно потратить пух двух или трех особей. Цена кашемира, как у золота, зависит от его веса. Кроме того, сбор пуха проводится только вручную. Традиция вычесывания, сортировки и придения сырья уходит корнями в древность. Каждый, кто хотя бы раз надевал кашемировый свитер, сможет подтвердить — мягче и приятнее материала просто не существует. Кашемир — это синоним удобства, тепла и приятных ощущений приноски, и вопреки распространенному мнению, не только зимой. Конечный вариант выглядит просто изумительно. Нежность и легкость кашемира не сравнится ни с чем. Приобретайте кашемир и изделия из шерсти в проверенных брендах, чтобы в первую очередь получать удовольствие от вещи на теле, а не только по виду. Да, кашемир требует внимания и бережного отношения, и стоит он немало, но за качество, как вы знаете, всегда приходится платить. Сегодня мы открыли для себя мануфактуру итальянской моды в городе Палоне, регион Бьелло, и были приятно удивлены этапами изготовления и качественному отношению к семейному бизнесу. Открывайте неизвестную Италию вместе с нами. Скоро увидимся! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.